Друзья, он существует. Сразу, не открывая посылки, вот она, такая плоская. Покажу вам наклейку стоимостью в 103 евро. Да, вот так она выглядит, красная, как будто вот вред тут, не знаю, рак, импотенция и так далее, как в сигаретах бывает. На самом деле здесь написано о том, чтобы ни в коем случае не доставлять эту посылку адресату. То есть мне только на пошлину, на таможенную. Посылка из Канады. На самом деле я не заклеивал, там возможно видно было, что листок уже был перерезан. Я не заклеивал все это заново, за посылкой съездил мой папа. И, конечно же, нужно посылку на таможне открыть, показать, что это, рассказать. И да, и потом ее опять заклеют. Тут полно упаковочного материала, похожего вот на эти чипсы, раньше были крабовые. Хотя я недавно ел из чечевицы. Ёлки-палки. И вот наш станок. И вот, собственно, что у нас тут на старте. Это станок Stack Zero. Или Stack Zero. Подожди, вот здесь передом покажу. Вот здесь написано. Канадская марка. Или на самом деле там буквально один человек. И те, кто помогает ему в производстве. Был Kickstarter, и я определенно решил поддержать этот проект. Я купил уже после Kickstarter, но в любом случае, да, поддержать проект покупкой самого продукта. И рассказом о нем. Посмотрим, что из этого получится. Вот здесь сразу обращу ваше внимание. Так, вот здесь находятся магниты. И висела вот так батарейка, просто так. Думаю, что такое. На самом деле магниты реально мощные. Вот здесь у нас приклеен эксцентрик. Опа. Серьезно так приклеился. Мощные магниты, за счет которых все и происходит. Так. Эксцентрик у нас тут тоже имеется. И магнит на спицу. Измерять вес у эксцентрика, конечно, не буду. Потому что здесь вот точно вес не важен. Это версия с Сэ пауэрметром. Хотя у меня есть пауэрметр. Но я заказал вместе с пауэрметром, чтобы реально это 50-50. В общем, 50% для того, чтобы протестировать для тех людей из моих подписчиков, кто заинтересован именно в версии с пауэрметром. У кого своего пока еще нет. Кто хотел начать катание по ватам. Именно со станка. Именно вот сейчас зимой. И 50% остальных. То, что я смогу кататься на этом станке. Просто на любом велосипеде. Оборудован или нет ваттметром. И, конечно же, будет сравнение о точности. Кварк. Забыл, как у меня называется пауэрметр. У меня их тысяча. Кварк с Рамред 22. И вот этого. Наверняка те из вас, кто больше интересуется или углубленно интересуется вопросом, уже знают DC Rainmaker. Он уже сделал обзор на этот станок. Однако он был в... Да, я бы сказал, не совсем финальной версии. Он до сих пор дорабатывается. И еще будут версии, например, с контролем сопротивления. То есть, где ты можешь с пульта контролировать сопротивление. Или, возможно, игра, такая как Zwift, сможет выставлять свое сопротивление. В зависимости от того, где ты едешь, преодолеваешь ли подъем или спуск. Но вот, что сразу бросилось в глаза. По сравнению с видео DC Rainmaker. То есть, вот эти штуки, которые в итоге на колесо заднее, это переднее, но вот так вот они цепляются между спиц. То есть, вот эта штука была серьезно доработана. Здесь такой толстый слой резины. Очень легкая вещь и занимает гораздо меньше места, чем мой роллер. Ну и, собственно, все. Тут читать нужно в основном. Здесь был еще листочек. Вот Ant Plus. Какой у него ID. Какие они сделали тесты. То есть, тест-райт уже был. Там все протестировали. Такой, как бы, значок качества. Ну, здорово. Так, наверное, и должно быть. Здесь крепится колесо. Понятно. Здесь магниты. Вот они сопротивляются друг другу. Здесь, как я понял, четко распечатанный на 3D принтере дополнительный модуль. Опять-таки, это есть, наверное, PowerMeter. Я сейчас не смотрел, но, скорее всего, раз батарейка к нему тоже идет. Вот, на самом деле, для чего еще одна батарейка нужна была. Здесь этот ватт-метром в итоге от трех батарей работает. До хрена, конечно. Но посмотрим, сколько они будут держать. Да, и немного расскажу. Колесо прокручивается вот между этих двух магнитов. Важно, чтобы колесо имело, как вот здесь, например, алюминий подойдет, карбон не очень. Если здесь карбон-алюминий, микс, то тоже подойдет. То есть, если тормозная линия алюминиевая, то старые ZIP, например, или ZIP-60, то все отлично. Вот. И, собственно, здесь создается сопротивление, которое можно, как я понял, мануально. То есть, ты слезаешь с велосипеда и что-то здесь устанавливаешь. Может, ближе, может, подальше. И тогда магниты действуют либо сильнее, больше затормаживают, создают сопротивление, соответственно, либо меньше. Возможно, это звучит неудобно, но ничего иного на роллере я и не делал. То есть, слезал или с самого начала тренировки устанавливал сопротивление и потом катал. Вот. В том числе, конечно же, переключать скорости можно на самом велосипеде передачи. То есть, и делать себе работу сложнее, либо, да, проще. В любом случае, можно испытать, например, на 50.11 или 53.11 или 52.11, сколько ватт ты выдаешь. Если ты выдаешь, не знаю, там, тысячу ватт, то установка магнитов вполне достаточно, я бы сказал. Либо, если недостаточно, то, конечно, все это можно переделать. Для чего вот эти хренатушки наверняка тоже вас заинтересуют? Собственно, как я понял, эта тема создает более или менее реалистичное чувство езды, какую-то инерцию. Я не знаю. Это вообще штука опциональная, то есть, не обязательно ее использовать. Вообще, я попробую с и без, конечно, обо всем этом подробнейше расскажу вам. Тем, кто сейчас задумался, почему я продал роллерный станок, почему купил такой стационарный, хотя все время говорил, что роллерный – это прикольно, там, чувство реальной езды, баланса, все такое. Собственно, единственная банальная причина – это громкость, да, то есть, он, роллерный станок, нереально громкий. И с этим, судя по всему, я протестирую, конечно, единственный звук, который будет исходить от тренировки – это от велосипеда, да, то есть, переключение скоростей, цепь, которую нужно будет теперь смазывать регулярно. Но это не проблема. Да, то есть, теперь можно переезжать хоть, не знаю, на средний этаж или там на крышу или еще какой этаж, пофиг. То есть, когда я катался на роллерном станке, там соседи снизу реально думали, что это какой-то ужасно неэкономичный режим стирки у древнейшей какой-то стиральной машины, потому что реально было кромковато. То есть, мат можно, конечно, постелить и всякое такое. Если дом у вас современного типа, то это вряд ли будет проблема. Но все это можно, конечно, узнать. И, да, если вы живете в квартире, то и в высотном доме, то стиральная машина у вас, скорее всего, в квартире. И на это рассчитана как раз изоляция звука. И, скорее всего, роллерный станок будет не проблема для использования у вас дома. Кстати, можете заценить видео, если еще не видели, про роллерные станки или роллеры. Как уже сказал, сегодня небольшой превью. Stack Zero, значит, станка для зимы. Наконец он пришел. Я до сих пор, видимо, не могу понять, что он пришел. Определенно нужно опробовать после прочтения инструкции, чем я сейчас и займусь. Спасибо за внимание. До-до. До-до.